На сегодняшний день подготовлена у нас уже полностью пляж Чайка и пляж Стрелка. Заканчиваются работы по пляжу Прибой, по подготовке подводной части, водолазному обследованию, по содержанию спасательных постов на воде. Эта работа будет закончена в срок и к началу открытия, к первому числу, все будет готово. Единственное, возникает проблема с обследованием водолазным в зоне отдыха на мыф. В связи с тем, что стоимость одного квадратного метра этого водолазного обследования стоит больше 5 гривен, а обслуживать приходится акваторию не меньше чем 300 метров на 50 метров в глубину, то есть это порядка 15 тысяч квадратных метров, то стоимость очень значительная этих работ и предпринимателей на мыло пока не в состоянии провести полноценно это водолазное обследование по тем объемам, на которые ставится задача для спасательного поста, то есть в полном объеме. Мы сейчас рассматриваем вопрос уменьшить зону обследования и провести дополнительное, за счет, скажем так, спонсорской помощи наших аварийно-спасательных служб, водолазов города Николаева, водолазных клубов, обследование тех зон, где у нас купаются люди. То есть порядка трех километров береговой зоны на мыф подлежит очистке дно от посторонних предметов, которые туда нанесло за зиму. Каждый год эта работа проводится, думаю, что мы ее сделаем и в этом году. Но на сегодняшний момент на зоне отдыха на мыф к водолазному обследованию еще не приступали. Досліджения лабораторно-речковой водой проводит Державная установа Миколаевский областный лабораторный центр. Ци досліджения они делают в межах социально-генечного монетуринга безкоштовно. Досліджения, которые не соответствуют нормативам, згідно чиновного регламенту, надаются до нашей службы с целью разработки заходов. На місцевом уровне мы поведомляем Миколаевскую міськую раду и совместно разобрабатываем заходы щодо забороны купания, установления щитов на пляжах. Вы же понимаете, что речковую воду не скипятишь, не очистишь. Это антропогенное забруднение речек. Великая деятельность по берегам, поэтому забруднение с нашей великой температурой довольно-таки великое. И 2018-2017 годы и тому подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова